Это 2022 год. Свалка в Кяхтинском районе в местности Ильмовая Падь. За несколько лет она разрослась на 7 гектаров. Эта свалка уже в Закаменском районе. Ее площадь чуть меньше, 4 гектара. Зато толщина мусорного слоя высотой с 2 человеческих роста. Обе мусорные долины буквально цвели и пахли, пока не оказались в списке на полную ликвидацию. Однако самостоятельно Бурятия не могла справиться с таким объемом работ. Объекты были рекультивированы с помощью федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», созданный при поддержке президента Владимира Путина. Чтобы убрать две свалки в Кяхтинском и Закаменском районах, ушло 200 миллионов рублей. Работали в три этапа, два из которых завершили в прошлом году. На первом этапе работали инженеры, планировщики, шла подготовка инфраструктуры. На втором этапе прошли основные и самые сложные работы. Построили инженерные сооружения, сделали дренажные системы, системы сбора и отвода фильтрата. Затем обустроили защитные покрытия. Простыми словами, свалку изолировали от окружающей среды в огромных котлованах, перекрыв их защитными слоями. Работы провели, соблюдая все необходимые требования для безопасности окружающей среды. На последнем этапе засеяли территорию травами и кустарниками. Каждый этап проходил под контролем Министерства природных ресурсов. В 2023 году у нас было завершено два больших крупных мероприятия. Это репультивация свалка в городе Закаменск и в городе Кяхта. И биологический этап является завершающим. Был осуществлен на этих свалках гидропосев. И вот в этом году уже была создана комиссия для того, чтобы посмотреть качество взошедшей травы. Ну и мы, собственно, констатировали, что мероприятие было проведено эффективно. На данном этапе наша организация произвела засев травы, в результате чего зелень зашла. Таким образом, можно сказать, что участок, на котором ранее находилась свалка, теперь не несет ущерб экологии. На трех этапах ликвидации свалок работы не закончены. Теперь на протяжении нескольких лет подрядчик обязан следить за территорией, проверять, прижились ли растения. Всего в Бурятии в проект «Чистая страна» вошли четыре крупнейшие свалки. Впереди завершение работ по рекультивации мусорной горы в Севербайкальске. На этом проект «Чистая страна» в Бурятии завершается. Однако президент отметил, что следующей программой будет генеральная уборка, которая также поможет навести чистоту и порядок. Однако напомним непреложную истину чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.